Кнулся, как я уже говорил, на то, что труд исчерпан. Этот ресурс, всё, причём не на 23-й год, а и на последующий. Нету больше свободных рабочих рук. Значит, дальше что будет происходить? Если не остановится кредитование, не снизится резко. То будет переманивание, перекупка сотрудников, что для сотрудников на первый взгляд будет хорошо, но я вам скажу, что будет дальше. А дальше будет не только разрыв в доходах, особенно по сравнению с бюджетниками и с теми, кто в оборонке работает тоже. Но будет ещё одна вещь, может развернуться инфляционная спираль. А вот эта вещь страшная. Я думаю, что нынешние такие молодые поколения просто не помнят 90-е годы, как работает инфляционная спираль. Это тяжёлая история. Когда зарплата растёт, цены растут. Зарплата растёт, цены растут. И вот это, мне кажется, главная угроза 24-го года. Насколько это реально? Ну, давайте посмотрим. Там же есть другие варианты. Я бы сказал, что Центральный банк хорошо видит эту проблему с моей точки зрения. Сейчас скажу, почему. У нас тут в сентябре лекцию для наших студентов прочла Ельвира Набиулина, наша выпускница и первая представителька психического совета нашего факультета. Очень, надо сказать, классную лекцию прочла, последовательно объясняя многие вещи именно по главным спорным деликатным вопросам. И, в частности, очень чётко, на мой взгляд, сказала, почему не боится того, что высокая ставка Центрального банка создаёт запретительное кредитование. Вот это и была логика. А куда вы кредиты денете, если у вас труд закончился, ресурсов больше нет? Куда? Раскрутить инфляционную спираль? Это гораздо опаснее. Есть ли другие варианты, куда денутся вот эти лишние деньги? Я напоминаю, у нас две причины вот этих трудностей 2024 года. Первая – это исчерпание рынка труда. А вторая – то, что государственные вложения непроизводительны и создают спрос, не создавая предложения на потребительском рынке. То есть вот этот навес растёт. Поэтому есть риск инфляционной спирали, но есть другой вариант. На мой взгляд, менее страшный. Хотя это пузырь на рынке недвижимости. Мы же видим, цены уже пошли. Потому что, а куда вот эти деньги вложить, если рост спрос произошёл, а предложения не расширяются? Ну, давайте квартиры покупать. Вот это пошёл рост. Пошёл рост. А если этот пузырь лопнет, то понятно, сколько семейных трагедий, потому что ипотечная квартира – это массовые теперь явления в России. Поэтому сколько будет социальных напряжений в этом случае. Есть третий вариант. Нужно дать инструменты вложения денег, приватизацию провести каких-то объектов. Ну, готовы ли на это власти? Нет. Ну, знаете, я сказал как. Если, может быть, есть какой-то четвёртый вариант, я в данный момент не вижу. Поэтому, пожалуйста, если вы предпочитаете инфляционную спираль, но Центральный банк явно этого не хочет. Вы хотите пузырь на рынке недвижимости? Похоже, что тоже нет. Ну, что вы ещё можете дать? Золото покупать? Да, в России золото есть, в России золотопроизводящая сторона, но это недостаточная ёмкость рынка для того, чтобы снять вот эту вот растущую проблему смещенного роста. Поэтому я не исключаю, что будет что-то вроде приватизации тех или иных объектов. То есть, если приватизации не будет ни в каком виде, то 2024 год обещает быть очень сложным. Либо инфляционная спираль, либо пузырь на рынке недвижимости. Я хочу напомнить, что я не макроэкономист, я институциональный экономист. То есть, я в основном смотрю, как это влияет на институты, на правила, по которым мы живём и по которым не живём, на ценности. Может быть, макроэкономисты скажут, ну, мы знаем, как решить эту проблему. Может быть, они сейчас сидят и обсуждают. Но я вижу, всё-таки, да, правда, я декан экономического факультета и думаю про многие вещи и разговариваю со многими людьми. Я вижу ситуацию так. Мне кажется, что выбор устроен примерно так. Хотя, наверное, кроме приватизации могут быть ещё какие-то инструменты. Но пока их не видно. А если мы говорим про вот этот самый негативный сценарий раскручивания инфляционной спирали, это о каких цифрах инфляции идёт речь? Это может быть двузначные, естественно? Значит, вы знаете, я верю в этом смысле нынешнюю команду Центрального банка, тем более, что большинство из них – выпускники нашего экономического факультета. Поэтому я думаю, что они инфляционные спирали не допустят. Но не только всё в их руках, мы же понимаем. Ну, как вам сказать? В их руках много. Поэтому, в общем, это инфляция, это главное, а с их точки зрения вообще единственная задача Банк России. Поэтому, пардон, вот это уже. Им за это отвечать. И я думаю, что они найдут средства торможения инфляции, по крайней мере, до того уровня, чтобы она не завернулась в спираль, в такой смерч. Ну, если мы говорим про 2024 год, не могу не сказать ещё про то, что в следующем году в бюджет...